С самого детства каждого из нас учат не брать конфетку у чужого дяди, не садиться в незнакомые машины и не разговаривать с посторонними. Так чем же в этом случае отличаются сообщения от неизвестного пользователя в социальных сетях? Сегодня родителям приходится думать не только об опасностях улицы, но и о просторах всемирной паутины, по которым гуляет их ребенок. Родители же спрашивают, с кем ты гулял, кто у тебя друг. В таком же плане надо строить и отношения, связанные с интернетом. Дверительные отношения выстраивать надо вообще с малого возраста. В Рязанском центре защиты детей от интернет-угроз лучше всего знают, сколько бед может повлечь один единственный клик. От современных развлечений волосы встают дыбом, наркотики, сексуальные извращения великовозрастных преступников, а на первом месте и вовсе повальный детский суицид. В отношении детей ведется ожесточенная информационная война. Это действительно так. Вот откройте просто ВКонтакте, посмотрите там слово «смерть», группы «смерть». Там сотни тысяч подписчиков в этих группах. Даже в средствах массовой информации столько подписчиков нет, как в группах «смерти». Что это за мода ругаться матом и в чем прелесть коллективного жертвоприношения, многие родители, увы, начинают выяснять иногда слишком поздно. У семейных психологов появилось отдельное направление – работа с детьми и родителями, пострадавшими от интернета. Нужно быть внимательнее друг к другу и следить за тем, чтобы взаимоотношения в семье были максимально открытыми и контакт с ребенком был максимально близким. Нужно ли в этом случае знать врага в лицо – вопрос для размышления. Многим детям и в голову не приходит, что эта жизнь не для них, пока они не попадают на агитационные сайты.